Всем привет, друзья! С вами Realize. Я продолжаю отвечать на ваши самые популярные вопросы по мере возможности. И сегодня мы поговорим про правильный подбор спота, то есть где прокачиваться. Вы очень часто спрашиваете. Мне не лень показать места, на каком уровне где стоять. Самая главная проблема большинства игроков, когда они подбирают спот, они тупо обращают внимание только на количество получаемого опыта с одного моба. Это не совсем верно. Поскольку гораздо важнее, как быстро вы убиваете этого моба, как быстро появляются новые мобы и как густо они стоят в вашем споте. То есть вы можете выдать фулл прокаст в двух мобов. Если выберете более лучший спот, вы можете выдать фулл прокаст уже в пятерых мобов. Естественно, второй вариант вам подходит больше. То есть нужно выбирать локации, где мобы стоят кучнее. Вам нужно осознать, из чего формируется понятие киллрейта. То есть вы засекаете, например, полчаса и сколько за полчаса вы получаете опыта конкретно с этого спота. И, естественно, он будет формироваться уже исходя из того, насколько быстро вы убиваете мобов, насколько густо населена локация. В общем, все, что я говорил ранее. Рассмотрим банальную ситуацию. Вы стоите и фармите моба, например, на протяжении 7 секунд. За него вы получаете полторы тысячи опыта. Вы думаете, о, это очень много, это очень хорошо. На самом деле нет. Это слишком долго вы ковыряете моба. Вам проще уйти на какую-то предыдущую локацию, на предыдущий спот. Вот. Получать там гарантированно по 700, по 800, но за 2-3 секунды вы будете убивать мобов. Соответственно, за отведенное время, например, за полчаса, в первом варианте вы там, ну, грубо говоря, убьете 200 мобов за полчаса. Во втором варианте вы убьете 2000 мобов. Соответственно, во втором варианте гораздо больше опыта. Вот именно на эти моменты стоит вам обратить внимание. Представим, что вы за первый день прокачались до 25-27 уровня. То я советую вам встать вот в этой точке. Можете сделать скриншот, ну, либо так запомнить, где она находится. Тут у нас стоят коты-домушники. Они стоят очень кучно. Вы автоматически будете фармить вот этот вот спот. Потом ваш персонаж будет перебегать вот сюда. Далее, ребят, сразу говорю, если вы приходите на спот и слишком много народа, не забывайте переключать каналы. То есть вот здесь, справа, вверху переключается канал. Выбираете более стабильный, нажимаете ОК. Телепортируетесь. И, соответственно, у вас вот этот вот спот остается. Но при этом вы находитесь на другом канале. И, соответственно, здесь уже людей, как вы видите, нету. Стоите спокойно и фармите. Следующий момент, смотрите. Когда вы открываете карту, у нас есть вот такие вот зоны. Зеленые, синие, красные и желтые. И в этих зонах появляется босс. И зачастую, если вы не обратите на это внимание и случайно на ночь поставите туда вашего персонажа, либо просто на АФК, то вы возвращаетесь, а он умер. Как это произошло? Дело в том, что вы справляетесь с мобами до того момента, пока не появляется босс. На него у вас уходит гораздо больше уже прокаста. Он вам больше наносит урона. Плюс вас бьют мобы и, соответственно, вы можете умереть. Поэтому данная точка приятна тем, что здесь не появляется босс. Тоже обращайте на это внимание. Если вы чувствуете, что ваш персонаж может большего, то пройдите подальше. Тоже здесь стоит очень приятный спот. Кучно мобы. Но проблема в том, что здесь вот как раз-таки появляется босс. И нужно быть очень аккуратным. Потому что он вас может, в принципе, убить. Как вы видите, агрится он на вас самостоятельно. Следующая зона для фарма, я советую вам обратить внимание на храм демона БК. Это когда ваш персонаж уже более 30 уровня. Заходим в эту зону. Выбираем самого слабого босса. Делаем на него телепорт. И когда вы появляетесь, вам нужно пробежать в другую комнату. То есть опять не стоять в том месте, где, соответственно, появляется босс. Появились. И сразу забегаем на какую-нибудь площадку. Чтобы вам никто не мешал. Поднимаемся вот на площадку. Становимся. Отличный спот. Мобы стоят кучно. Мобов много. Появляться будут часто. И вы за них хорошо будете получать опыт. Таким образом, фармить храм демона БК можно вплоть до 45 уровня. А то и до 47. Потому что здесь у нас есть этажи. Вторые, третьи. Мобы здесь становятся сильнее. Плюс не забывайте переключать сложность с обычной на элитную. На элитной сложности количество хп у мобов больше. Ну и зато вы получаете там гораздо больше опыта. Примерно на уровне 40 плюс вас по сюжетной линии переведет на следующую зону. Вам станет доступна зона Змейной долины. Здесь самый офигенный спот. Это вот этот. Можете сделать скриншот, либо просто запомнить. В чем его плюс? Дело в том, что здесь очень густо населен кулачок мобами. И следующая фишка заключается в том, что один моб здесь считается за троих. То есть вот, смотрите, это пачка мобов и они идут как один моб. И даже если мы заденем одного, то на нас, смотрите, идут сразу трое. И это самый главный момент. То, что мы можем выдать прокаст не в одного моба, а сразу в трех. Неважно в кого из них вы попали, к вам подходит пачка автоматически. Поэтому это очень удачное место для ближников и для дальников соответственно. И поскольку это место очень популярное среди игроков для кача, то не забывайте менять канал на более стабильный. Чтобы было меньше народу и соответственно вам было проще стоять. В этой же зоне вы можете фармиться вот в этих местах. Здесь. Вот здесь. И вот здесь. Но еще раз обратите внимание, что в этих зонах появляются боссы. И самое главное, чтобы ваш персонаж с ними справлялся. Начиная с уровня 55, 57 или 60, вы переходите на равнину нагов. Здесь сразу переключаете сложность на элитную. И в любом месте, куда бы вы ни стали, здесь будут густо стоять мобы, быстро появляться. И это отличное место для фарма ближников и соответственно дальников. В любом месте, куда бы вы ни сделали телепорт, здесь будут стоять мобы. Как только вы докачаетесь до 65 уровня, то смело можно из равнины нагов перебираться в ущелье смерти. Но здесь опять меняем обычную сложность на элитную. И становимся куда-нибудь вот в эти места, которые я показываю. Там у нас опять-таки стоят мобы очень кучно, быстро убиваются. И за это вы получаете очень много опыта. И эти места опять-таки подходят даже для ближников. Как только вы достигаете 70 уровня, картина резко меняется. И нельзя сказать уже оптимальные места для фарма. Потому что у некоторых игроков на 70 уровне может быть 80 КБС. У некоторых даже 90 бывает. Кто-то имеет на 70 уровне 71-72 КБС. У нас во всех по-разному. Тут уже нужно отталкиваться не только от уровня, но еще и от БС. Но давайте я вам все-таки покажу такие места. Если вы дошли до 70 уровня, и у вас прям немного БС. Там 71-72, куда вам стать. Это, соответственно, заброшенный рудник. Но фармить нужно вокруг зоны красной. Где вот этот вот босс. Либо прямо на этой площадке, либо спуститься вниз. А также можете стать вот в это вот место. Но нужно понимать, что на 70 уровне нормально вы все равно будете прокачиваться только на волшебной площади. На третьем или на четвертом этаже. Чтобы шло очень-очень-очень много опыта. После заброшенного рудника можно перебраться в земли грешника. А некоторые люди, уже имея на 70 уровне там 75-77-80 КБС. Они уходят в третью зону. Зону духовной общины. И фармят в призрачном лесу. То есть здесь уже зависит все от вашего БС. На этом, в принципе, я буду заканчивать свой видеоролик. Потому что выше 70 уровня я еще не прокачивался. И вот по спотам мне сейчас вам будет сложно рассказать. Я думаю, данная информация полезна будет как для новичков. Так и для тех людей, которые играют там уже, может быть, месяц. И не знали, где поставить своего персонажа на ночь. На этом буду заканчивать свое видео. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи. Всем пока.